О подборе персонала Луиза Нугаева знает все, хотя, казалось бы, совсем недавно она сама была в роли соискателя. Поиск и прием на работу квалифицированных специалистов – не единственная ее обязанность. Организует обучение персонала, ведет личные дела сотрудников, следит за тем, чтобы они не только хорошо работали, но и в отпуск уходили вовремя. А вот сама отдыхать не привыкла. Отвечает на звонки, проводит собеседование, разрабатывает новые проекты. И все это под стук колес поездов. Музыку железных дорог полюбила с детства. Ведь через ее родной город Октябрьск проходит старейшая в России стальная магистраль, которая связывает центр страны с Сибирью и Средней Азией. Поэтому с местом работы определилась быстро и уже четыре года трудится в Октябрьском вагонном депо. В работу кадрового отдела внедрило немало новшеств. Все личные дела сформированы по фавиту, и это помогло сократить время специалистов управления персоналом. Потому что очень легко найти личное дело, посмотреть какой-то документ, который нам требуется, или наоборот, разложить какие-то документы. Несмотря на плотный график, успевает заниматься научной деятельностью, принимает участие в конференциях, в прошлом году окончила аспирантуру, теперь получает еще и педагогическое образование. Она себя проявляет на все 100%. То есть те, которые люди у нас есть на предприятии, тоже молодые люди, она пытается их вовлечь, чтобы они проявили себя на все те же 100%. Специалист высокого профиля, грамотная, обладает аналитическими и, так сказать, организационными способностями, заслуживает внимания и уважения. Девушка признается, в родной город влюблена, поэтому активно занимается изучением его прошлого. Об истории Депо, в котором работает, даже издали книгу. Среди авторов – Луиза. Информацию кропотливо собирали по крупицам, из архивов, газет, записок ветеранов. Раньше заблуждались, думали, что в 1934 году было образовано предприятие, а оказывается в 1933. Благодаря таким историческим расковкам мы даже установили дату образования нашего предприятия. Своими знаниями делится с посетителями местного музея. Здесь собрано немало уникальных экспонатов, связанных с историей Октябрьского вагонного депо. В годы Великой Отечественной работники предприятия уходили на фронт добровольцами, трудились в тылу. По железной дороге на передовую доставляли боевую технику, вооружение, продовольствие. Здесь использовались линзы – зеленый, желтый, красный. Работник заранее менял линзы для того, чтобы предупредить либо остановку поезда, либо движение поезда. Луиза убеждена – родному городу есть чем гордиться. Поэтому и решила принять участие в общественной акции «Где родился, там и пригодился». Для нее главное не себя показать, а рассказать всему региону, что и в малых городах есть предприятие с богатой историей и большим будущим. Город, в котором ты родился, он прекрасен. В нем комфортная жизнь, он постоянно развивается. На моем примере мы приглашаем других молодых специалистов. Приезжайте к нам, живите у нас, работайте. Можно стать тоже успешным человеком. Неважно, живешь ты в крупном городе, в мегаполисе, или в маленьком городе Октябрь. Есть такие же возможности. Примеры, да, эксплуатационного года по Октябрь. Акция собрала больше тысячи молодых специалистов. За них проголосовало около 200 тысяч человек. Победители первого этапа подготовят творческую программу в полуфинале. Ее оценит жюри. А потом баллы, полученные за выступление и итоги голосования, суммируют. А телерадиокомпания «Губерния» продолжает рассказывать о номинантах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова